Всем добра! Сейчас я сижу в предвкушении встречи с очень интересной вечностью, с человеком, с лидером, с бизнесменом и с политиком в будущем, который будет баллотироваться в Госсовет Республике Татарстан от партии «Справедливая Россия» и его поступки совпадают с его словами. Я ему верю и я пойду за ним. И чтобы вы поняли о ком я говорю, послушайте, пожалуйста, наше небольшое интервью. Ирина Рашидович, посмотрите какая тенденция. Я не слышала, когда говорят, молодые ребята, которые пытались боксом, а потом ребята, которые занимаются андеграундом, например, пишут рэп, или ребята, которые занимаются независимым кино, которые пытаются снимать какой-то документальный фильм и о Нижнекамске, и не только о Нижнекамске, вообще о том, что их волнует. И ребята, которые занимаются танцами, уличными танцами, социальными танцами, все как один говорят, что куда бы они ни обращались они никому не нужны ну есть такое во первых у нас сама все странами такая и я вот сейчас создал общественную организацию но у нее название такое любителей массовых видов спорта да и будем пытаться как-то выйти на общий российский уровень что получить гранды чтобы начать помогать подрастающим поколению потому что ко мне обратился даже вот недавно обратились настольный теннис два парня есть активненьких они на заводе по идее на химии работает но они очень долго занимались настольным теннис чемпиона какие-то у них там даже разряды есть они открыли школу настольного тенниса но у них всего два стола и они не могут расширяться во первых у них нет возможностей детей много хотят заниматься настольным теннисом этим этим как бы и родители ходят и для этого надо выбивать гранды а чтобы выбивать гранды простые молодые у них не хватает их не слушают вот из-за этого и я стараюсь помогать как потому что да они неправильно пишут бизнес-планы неправильно подходит у нас очень много бумажного лакиты кругов в администрации еще где-то им надо чтобы это все было расписано что как чё почему из этого и была создана сейчас общественная организация некоммерческая организация вот и буду пытаться вот помогать вот начнем вот с настольного тенниса потом сейчас появился даже опять про хоккей появилась лига играет на улице на кортах но они решили играть без хоккейной формы без ничего потому что это очень дешево они просто одевают коньки и выходит играют но это небезопасно я уже с руководителем пообщался игру чуть-чуть надо этот безопасно исключительно что на открытие они мне приглашали я приходил посмотрел они даже шлема на голову не одевают игру это очень опасно лед жестко надо хотя бы прям принуждать хотя бы даже но если это дорого купить хоккейный шлем хотя бы велосипедный шлем до чтобы голова не раскололась они не понимают они молодые там я вышел смотрю по 16 лет я им объясняю игру вы понимаете мы умеем кататься игру кататься все умеют я тоже допустим шести лет на коньках катаюсь но я не выйду на лед играть хоккей не одев на голову что-нибудь пластмассовое потому что в любой момент на уличном льду можно споткнуться и удариться затылком потом будешь заикаться до конца жизни вот вы сейчас говорите у меня знаете какое какая ассоциация пришла это все равно что папа он помогает же у вас есть дети да . . . вот неважно мальчик или девочка папа он безопасность до наберегает и получается вы просто границы расширяете и начинаете давать безопасность другим детям тоже и я опять хочу я чувствую что вы все свои великодушия никак не хотите ответить на вопрос мне почему у вас такое доброе сердце я напрямую спрашиваю почему вы решили что вы должны помогать или не должны хотите помогать почему это произошло ну тут нравится мне может быть сама по себе да с детства уже расту и когда еще был маленьким играли во дворах я был чудиком в том плане что я собирал мы там играли футбол здоровый я единственный кто приходил с тетрадкой мы играем между собой я записывал кто сегодня был забил кто сегодня приходил вообще и потом по итогам там полгода я мог всем рассказать вот и там столько-то раз на улице погулял столько-то раз вот это сделал как-то вот это нравилось детство идет и все еще продолжает также также учился когда на высшее образование получал но там в силу того что не было времени то что я работал ночью одним учился я не успевал вот эти студенческие клубы посещать потому что студенческие клубы они тоже занимали много времени но очень было большое желание участвовать в этом всем но просто из-за того что приходилось зарабатывать на учебу я ночью работал а нет я работал начала работать мне было уже 16 лет с 16 лет 18 лет я работал на трех работах уже и учился на денном отделении институт да и как бизнесмены вы достигли это благодаря своим каким-то качеством характера работа я говорю предприниматель это человек который начинает работать в 6 утра и заканчивается на следующий шестерок фугарова никогда не отдыхает мне не бывает отпусков не бывает ничего он работает постоянно и защита только идет развитие по-другому никак не возьму если хочется выходных хочется чего-то надо тогда не надо быть предприниматель надо лучше устроиться на кого-нибудь да и работать я вот допустим здесь сейчас тоже нижнекамские школы предпринимателей собирается открывать как бы мне пригласили быть куратором и я там верен что я первый там урок начну с этих слов что если вы хотите стать предпринимателем готовьтесь там что у вас не будет выходных у вас не будет свободного времени вы всегда будете жить своей работой хотя бы на телефоне но вы всегда будете заботиться о ней но если вы хотите там уделять внимание семье там чтобы у вас были выходные чтобы вас никто не дергал ну тогда лучше на кого-нибудь устроиться там быть или директором или замначальником или там просто обычным рабочим зато вы будете по графику 8 утра пришли на работу в 5 вечера ушли и вас уже после пяти никто не дергать вы спокойненько семьей пошли там на горках катается детьми но это мышление бизнесмена любого но вы же как-то глубже видите то есть понятное дело занимаетесь бизнесом у вас сейчас еще и политическая карьера начинает развиваться к этому вернемся позже но тем не менее основа всего вы добившись всего сами вы не говорите тем же мальчишкам идите делайте сами и через трудности добивайтесь вы их начинаете вы начинаете помогать вот это откуда пришло или это вот спонтанно это это приходит еще от того что хочется грубо говоря дать людям знания и помощь чтобы не какой-то старт пошел чтобы они не разочаровались потому что многие есть сейчас очень сильно разочаровываются в том же правительстве что именно они никому не нужны никто не помогает иногда из-за чего я даже в политику сейчас иду наши средства массовой информации и вообще сама по всей социальной сети нагнетают очень много есть помощь от государства просто надо грамотно к этому подходить надо правильно подходить и людей правильно направлять до научить помогают у нас очень хорошая помощь даже опять вернемся к предпринимательству можно заниматься предпринимательством россии но для этого надо как-то относиться более добреешь только всему не надо искать зло зло всегда найти же можно надо доброту искать а если мы будем воспитывать доброту она сама по себе вот и мир мир кажется ярче что про спорт понятно про спорт понятно хотя бы потому что вы говорите что вы занимаетесь много спортом вот а почему вы не отказали мне когда я пришла к вам и попросила помощи для развития творчества для развития творчества обычных детей и для развития творчества детей со склонениями в развитии здоровья но тут вопрос такой что как откажешь вот пришли попросили помочь и как-то вот у меня в глубине души нет я не могу как бы ну вроде бы я посидел подумал думаю ну почему нет это интересно во первых я сам все не творческий человек и помогать творчеству мне проще чем я сам я деревянный в плане там музыки еще чуть я вообще не понимаю в этом в школе у меня по музыке я учился хорошо но если бы я не учился хорошо мне бы по музыке не поставили хорошую оценку мне поставили авансом просто того что у него по другим предметам пятерки а тут не можем ему два выставить но невозможно мне учительница даже школе она отграждала от всего это там все хором поют она мне ставила уголок давала треугольник сказал бей по треугольнику считай до 10 бей не мешайте главное вот сюда несусь вот и тут помогать творчеству и вообще всему этому интересно она сама все заводят как-то это опять же спортивный принцип помочь и чего-то добиться и получить удовольствие от побед которые могут возникнуть удовольствие тоже мы начинаем получать смотрите на наши впервые да в этом получается нашем городе нижнекамске но это произошло у нас 11 ноября произошел международный фестиваль благодаря вам я прям не не возвышаю вас на это так благодаря вам произошел у нас такой международный фестиваль между но он вызвать и международ на самом деле это фестиваль больше наверное региональный куда приехала около 800 человек порядка 800 человек из городов не только татарстана но ижевск чебоксары самара тольятти санкт-петербург было два человека и это произошло самым крупным нашем центре то есть дом народного творчества такого скопления молодежи под в одном месте такого скопления еще не было это вот впервые разку посначала начала чего-то пошел и мы приложили к этому руку и сердце и средства свои так и поэтому я сейчас хочу вам дать эту благодарность от не побоюсь этого слова от всей творческой молодежи нашего города который занимается социальными уличными танцами и от значит группы детей но это будет еще отдельно когда дети с отклонением развития коллекционной школы номер 18 и сразу я хочу вам эту грамоту дать благодарность извините что не в рамочке но и сразу хочу спросить вот смотрите есть такая тенденция такое мнение что дети склонения в развитии все-таки наверное в этой жизни мало чего могут добиться но есть другое мнение что такие дети учат чтобы наши сердца были добрее и такие дети есть отдельные личности которые много добиваются этой жизни и ведут за собой вот вы как смотрите вообще на этот вопрос как вы к этому относитесь со с точки зрения жалости и милосердия просто помочь поддержать или вы тоже верите что неважно какое тело важно какая душа ну да я вот наоборот мне нравится что если им помочь и они если своим примером будут показывать что они могут достигать целей я считаю что это как-то другим детям будет под спорьем не сидеть на месте развиваться даже у нас в плане нижнекамского бизнеса допустим генеральный директор там практически самый главный учредитель евро бетона уже тоже на коляске но он же показывает своим примером что везде он общественный деятель на всех праздниках везде его приглашают и он же добивается результатов и уже не сидит на месте не грустит что вот он там ходить не может и грубо говоря у него там и продолжает развиваться у него семья все или такие же олимпийские чемпионы там которые выигрывали медали на паралимпийских спорт тот же самый вот биатлонист у несколько золотых медалей но он занимается спортом он здоровым духом и это пример тем кто не знаю там подается в алкоголь подается лежит на диване куда смотрят особенно вот эти диванные эксперты я их называю очень много их с ними когда общаешься они же они же профессионал своего дела они за диваном сидят они там они там все знают все умеют вы выйдете начните вот посмотрите на таких детей которые пытаются творчески развиваются не стесняются выходят себя показывают на ту же сцену выходит показывать вот если их чаще показывать другим детям и говорить вот они тоже должны тянуться вот сейчас мы с вами говорим как с бизнесменом да и я поняла вашу позицию что вы считаете что нужно делиться не только материальным не только духовным но и своим собственным примером веря в то что вы можете повести за собой или за вами пойдут люди то есть это называется продвигательность идей вы не пропагандируете вы не кричите по углам что надо что-то делать вы просто делаете сами и показываете своим примером как можно жить как можно заниматься благотворительностью как можно помогать и я заметила что когда у вас берут интервью вы все время стесняетесь вот это для меня тоже показатель очень большого сердца и сейчас я хочу спросить вас как человека который идет в политику ведь это такое очень шаткое дело вот вы сейчас являетесь председателем нижнекамского отделения партии справедливой россии и вы действительно верите что сейчас именно в политике вы можете еще больше сделать ну я действительно верю но многие меня отговаривают они говорят ну зря туда идешь там грязь все там никакой правды там только все это почему-то у меня идет вера не пока еще не хочу разочаровываться в этом может быть когда я попаду куда-нибудь там в какую-нибудь из дум там городскую там республиканскую может быть там на российскую может потом я разочаруюсь и все это брошу не есть там примеры которые действительно люди шли 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 а потом когда туда попали я смотрю они исчезают с политического карьера и они говорят я не хочу у меня почему-то вот прям убеждение что можно поменять мне очень много идей которые я бы с удовольствием бы внедрял в законопроекты чтобы донести на них на туда попасть потому что я понимаю что у нас сейчас стране просто позвонив там на горячую линию да никто слушать не будет они там выслушали сегодня и завтра по цепочке вроде бы команду там дается но она на какой-то звене нарушится и туда относится недостоверная информация доходит из этого вот идя снизу видео что происходит есть идеи которые хотелось бы воплотить даже просто нам на уровне города нижнекамска как можно начать помогать молодежи потому что у нас очень мало помогают именно ну конечно ковер это за ковер это очень хорошая идея что сделали вот двери открыты любая молодежь молодежь даже об этом не знает мне такое что что не так много сюда ходит грубо говоря да что действительно это да это действительно бесплатно это действительно можно прийти какие-то знания получить я бы на примерах школу даже родительских вот собраний может быть проводил бы какие-то вот не за это моя там может еще чья-то идея моя бы идея была такая что очень многие не знаю даже учиться куда пойти и как бы проводить какие-то может быть собрание чтобы тенденцию предпринимателей города приглашать вот у нас был там новогодний банкет предприниматель много же предприниматель в городе которые ну производственники есть есть просто предприниматели которые могли бы поделиться опытом хотя бы рассказать какая профессия на сегодняшний день в тренде почему-то не проводят даже вот те же классно руководители вот можно же обратиться как-то вот в администрацию города есть у нас отдел по предпринимательству к ним искать вот мы хотим для одиннадцатиклассников провести собрание проводили бы в школах там в актовых залах хотя бы собрать там 3-4 класса вот даже это не происходит здесь ковре только это все право проводят в ковре я вижу ну или не доносятся до детей или что я что у меня есть племянниц растут я когда их спрашиваю в ковер хоть они к тому не ходим я врачу не ходит а чё там делать они информации не владеют грубо говоря кто владеет информация не ходит в ковер а вот как-то она вот не доносится прям вот как бы хотелось чтобы опять же смотрите для того чтобы информация была раскрыта полностью молодежь она не любит вот это вот углубляться много читать им надо что-то ярко да и надо что-то красочное надо какой-то такой вот интересный необычный ход и может быть творчество то так то течение молодежной творческой которые сейчас начали помогать да то есть вот например объединение новое поколение которое совмещает в себе весь спектр уличных социальных танцев дальше сейчас рукопашка и так далее и и театральное искусство но посмотрите как вы смогли это сделать то есть вы смогли финн профинансировать что об этом фестивале знал весь город но да может быть может быть здесь какой-то ответ может быть действительно если а предприниматель увидят что они могут вложиться в город могут вложиться в молодежь пойдут за вами и будут помогать например тому же кому да пропиарить какие-то например мероприятие очень ярко очень информационно везде и не только на радио и афиши как мы делали мы делали фестиваль может быть действительно это пойдет потому что я за этим вижу большое будущее нарушить на самом деле и когда вы серия вот под этот фон зеленый зеленый фон это зеленый цвет обычно не присущ мужчинам нравится красные активные мощные цвета да когда человек сам того не снова и выбирая зеленый цвет это подсознательно ну мудрость это уже начинается такой период у мужчины когда он понимает что он живет не просто так не просто для того чтобы добиться каких-то результатов а ему нужно и он хочет оставить что-то после себя но мужчина может оставить после себя делая какое-то дело или и весь и ведя за собой и когда вы сказали что когда вы были маленькие выбрали тетрадь и записывали успехи у вас уже тогда была жилка во первых лидера во вторых человек который может собой повести я думаю что и и вот в вашем случае вашем случае то что вы пошли в политику у вас будут успехи потому что у вас некорыстные мысли у вас действительно мысли помочь обществу прежде всего молодежи помочь увидеть и поверить потому что к сожалению пока такая тенденция слава бога не повсеместно но она есть что молодежь не верит политики да вот игру вот как-то вот игру нагнетание какое-то идет очень много вбросов что ли идет в социальные сети неправда идет очень много неправда я прям вижу я стараюсь вообще отвлечься от этого мне нравится мне вот это вот как-то я не знаю или на законодательном уровне придумать или еще что-то ну тяжело сейчас конечно сейчас открытый доступ в интернет сейчас кто-то что-то сказал 2 перевернула 3 уже все и там уже паник вот эту панику как-то или пускай хорошие новости стали вбросы идут очень мало хорошего рассказывается на нашем телевидении вообще сейчас все равно же проходит хорошие дела там хорошие там даже про наш фестиваль вот можно же было как-то и больше об этом рассказывать но его мало осветили грубо говоря потому что это не интересная новость что ли нашим телевизиончиком она не завлекает она что добро добро прошло лучше зло людям кинуть опять опять это же кино зло и опять опять соберем на гитании какой-то посмотрите на разжечь получается если я вас сейчас правильно прочувствовала и поняла если будете вы еще кто-то за время пойдет и вы вырастите какую-то плеяду ребят молодых которые будут мыслить также как вы позитивно веря в то что и один в поле воин да и веря то что своими делами ты можешь показать что добро сильнее то на самом деле изменения будут и в общественной жизни города и в политике а может быть и не только города республики потому что татарстан он сейчас он на самом деле один из лидеров ведь в россии и в плане жизни и социальных каких-то моментов и каких-то общественных мы всегда стараемся я вот обратила внимание из молодежной политики татарстан старается лидировать может быть а может быть ментальность наша такая татарская давно нужно что-то как-то себя показать может быть наши предки сейчас кровь идет такая у нас за что мы хотим впереди все-таки бежать чтобы за нами шли я не знаю что с чем это связано но это здорово что вывести сам по себе молодой человек в принципе вам наверно лет 40 35 35 будет вот вот видите даже еще еще и состарел вас но просто вас мышление мужчины такого уже состоявшегося физически и внешне очень хорошо могут выглядеть как раз ваша ваш возраст этому это вы сами еще молодежь на самом деле и вы можете как раз своим примером показать что и в политике молодежи есть что сказать и в политике молодежь может сказать многое и оставить за собой и в бизнесе вы и самое интересное что вкусно я вас послушала что очень для меня вкусно бизнес новая формация бизнес лидеров и новая формация политических лидеров и когда это все соединяется я так думаю что это будет какая-то бомба и я думаю что если вы действительно только я вас очень прошу на рассуде никогда не стесняйтесь того что вы делаете то что вы делаете но к этому дано на привыкнут потому что добро иногда есть такое выражение добро должно быть кулаками даже к сожалению так потому что зло на само пробьется надо помогать стараться потому что социальные даже в сетях меня еще буквально может быть год назад только появился один год у меня какие-то там аккаунт еще читают как бы к этому только еще привыкаю потому что для меня даже у меня друзья которые в тем сам предприниматель занимается я с ними когда общаюсь они тоже пока еще не могут к этому привыкнуть но сейчас тенденция такая сейчас даже бизнес надо развивать в социальных сетях стрелять потому что надо развиваться надо рекламироваться и сейчас это тренд это сейчас это развивается это сейчас растет и это должно расти по идее это все приходит раз открытый доступ в интернет значит оттуда и надо доносить до всех родители у меня рабочая семья папа всю жизнь водитель вот настройки наши все вот эти дома которые строились городе всю жизнь настройки проработал как бы часто пенсию вышел он продолжает работать сейчас пока воду возит вот на заводе питьевую воду будет а так вот возил раствор на стройке мама не знаю сколько 28 или даже 30 лет она проработала медсестрой на химкомбинате который там поликлиника есть все время там проработала вот двое два рабочие семьи до двоём с одной деревне приехали в свое время в 70 как он даже там 78 мусульмовский район деревня микеева они вдвоем с одной деревне и приехали сюда мама отучила здесь нет училища папа образования даже на этом то ли он кирпичи классе на рынок до полностью из татарский деревню и татарский язык знаю из-за этого потому что детство все проводили деревню отвозили как бы изучать татарский язык там и вот я хотела спросить с этим скажите пожалуйста как вы думаете вот эти корни мощные вот эти корни которые в земле вросли в землю очень сильно и когда ваши папа и мама приехали в город и они вот простые люди и вырастили такого мальчика так который сейчас сам не знаю почему даже не может объяснить почему его сердце открыто и почему он хочет помогать людям это имело значение вот это сила корней наверное потому что во первых и само воспитание воспитание того что делай сам я считаю что это правильное воспитание когда не за тебя все делают практически у родителей не было времени там ходить нянчиться еще чуть-чуть это воспитание правильное такое но ты дает силу духа с детства потому что сейчас я смотрю как воспитывают родители но через чур за детей много делают я не знаю может быть я сам таким стану сейчас внимание ребенок то еще годик всего лишь но как воспитывать как нас родители воспитывали надо тоже к этому это научиться от них что ли иногда дать свободу детям чтобы они сами это все достигали и пускай спотыкаются получают шишки свои а то не вырастут они нормальным грубо говоря там личности да потому что ну понятное дело сейчас время чуть-чуть такое что надо помочь ребенку там дать высшее образование там может быть еще жилье но моя мое мнение примут это только вот родители должны вот только образование жилье а все остальное конечно человек уже там 20 после 20 лет он должен как-то сам идти родителям и наоборот должен приходить и помогать потому что родитель вырастила дальше ждет от ребенка там чтобы он приходил там в гости приезжал и там подарками еще чем-нибудь он родители благодарил они так что садятся на шее там чуть ли не губа у бабушек некоторые сидят на шеях куда это я к этот вопрос к чему задавая когда вот бывает молодые парни говорят ну откуда у меня нет там какой-то мажористого папика или мне там каких-то богатых родителей вот пожалуйста пример что это вообще нет это зависит все внутри человека да это ади работать на двух на трех я гружат не было вот 18 лет и на трех работах работ можно же можно успевать как бы просто были такие работы на которые-то мне надо было уделять всего два часа времени какой-то работе нам 6 часов времени какой-то там 12 часов времени и графики подстраивались днем еще института успеть отучиться правда естественно от этого страдает конечно учеба кто-то два вопроса потому что если все таки родители есть такие родители которые могут тебе помочь в учебе хотя бы оплатить образование твое тогда может быть можно посвятить себя учебе нет ну не было такой возможности и приходилось накопить заплатить как бы из-за этого страдала учебу приходилось пропускать там сдавать свои экзамены честно даже там какой-то этим курсе что это чуть ли не с четвертой попытки экзамены сдается а тут как ты вот выбиралась или работать и учиться одновременно есть у уникумы которые умудряются тысячу делать ну скорее всего обычным побеждает работу потому что охота после ночной смены там и поспать или еще чего-нибудь там информацию даже в институте не так получаешь после ночной смены я как-то заезжала вашу пекарню и там я обратила внимание была продукция фермера и шагачей получается вы вот интересный такой момент вы не боитесь конкуренции вы готовы помогать людям которые также приносит что-то хорошие нужные то есть экологически здоровую пищу вы такие люди помогаете ну да я с ней общаюсь уже давно ее продукцию я сам знаю что она хорошая она старается да она как бы я и сам предлагал игру давайте на ко мне выйдем на рынок в пекарнях будем продавать вашу молочную молочную продукту что она сама варит сыр она сама там одна там бегает там не помогает сейчас у нее сын стал прям усердно помогает до этого сыновья были тоже бизнесом заняты но не помнили что если маме помочь можно раскрутить этот бизнес еще лучше и понятно что ее молоко конечно дороже чем ненатуральные у меня есть поставщики которые молоко привозят заводские такие они зеленодорусской вроде бы их молоко дешевле но у нее есть свой покупатель приходит за деревенской сметаны за деревенским там творогом молоком и мы представлены очень хорошо как бы получается вы смотрите обычно картина бизнесмен он все время бежит ему все время некогда ему некогда разговаривать ему некогда видеть людей вообще все некогда а вам получается есть когда вы увидели и вы даже видите знаете что у нее там происходит про сыновей знаете как ей трудно как это это вы знаете получается вы бизнес делаете с человеческим лицом и я сейчас вам не еще потому что когда я покупала вашего продавца выпечку она мне рассказывала про эти как у вас там новая значит там пирог тип если решить а есть пироги сейчас таки она сказал что это недавно у нас только такие пироги типа домашних как большой дальше дальше и она ведь вот у нас недавно появились такие пирожи очень вам советую попробовать то есть человек еще и понимать очень вкусно рассказывает вы получается целенаправленно очень внимательно относитесь к подбору кадров и именно делаете бизнес с человеческим лицом ну да я я и по продукции очень так щепетильно ко всему отношусь потому что я не могу по-другому я вырос нижнекамскими не знают многие продавать еду невкусную я не позволю даже продавцам не пекарям печь я сам езжу ем грубо говоря дегустирую мои родители ходят покупают у меня многие родственники покупают и мне их отзывы важны на их друзей важны друзей друзей важны потому что ну мне очень неприятно будет слышать что когда мне скажешь что пироги не вкусно я еду разбираюсь узнаю почему невкусные делаем там бракиражи режем пробуем все вместе садимся я прям за лупи корейница на смену говорю давайте вместе есть почему вот там моей тете не понравилось да и когда я это все делаю нас продавцы тоже участвуют в этом процессе из-за этого я требую с продавцов чтобы они знали что продают не есть прям дозволено с продавцам новую продукцию им ставят ешьте перед тем как продавать они сначала это едят да из чего состоит как одну так построен это все должно подаваться мы мы же не ради того чтобы там продать и обмануть нам надо продать и это что было вкусно и чтоб человек до вернулся к нам вот эти беляши мы начали делать потому что мы еще сделаем небольшого размера но не все сейчас из-за того что заняты с работой еще не у всех дома есть возможность это все испекайте время тратить мы предоставляем как бы во первых я считаю что все равно купив у нас но подешевле даже может и обойдется мы купил ну для лишь он же не каждый день будешь делать до купил один пил один пирог чтобы его дома сделать надо быть в рано муки больше купить у меня тут грубо говоря там 100 грамм муки ну не магазин же не купишь 100 грамм муки приходится покупать больше больше но это будут вебинары я нет я готовлю есть есть подготовка сейчас как бы наверное месяца через два-три начнется вебинары где будут такие вот первый будет бесплатный вебинар чтобы хотя бы подготовить людей тех кто хочет заняться предпринимательством но мой вебинар будет основан на том что на быстрой еде потому что все равно я грубо говоря в этом этим занимаюсь и мне будет проще людей подготовить чтобы они стали предпринимателем в фастфуде в быстрые какие у вас планы планы по бизнесу я поняла то есть вы хотите развиваться сам и делиться опытом с другими людьми чтобы они тоже нашли себя да это с удовольствием потому что особенно я как бы не боюсь конкуренции то что там откроются с моим же бизнесом кто-то рядом я боюсь всегда того что есть люди которые открывают бизнес неправильно к нему подойдя нечестные мы ведут да даже нечестности а просто очень много делают ошибок и они портят имидж не буду говорить про пекарни допустим для примера магазина одежды одних и тех же футболок можно продавать футболки грамотно и вкусно а можно продавать эти же футболки невкусно грубо говоря и покупатель который придет купить вот здесь невкусно футболки он больше никогда он будет гадану эти футболки там да вот и чем больше образованных людей в бизнесе будет предоставлять людям эти услуги тем будет меньше у покупателя разреширование а то я очень слышу много таких что про те же пекарни допустим когда узнает мои мои друзья что я вот занимаемся там хлеб печем ой вас эти пекарни у вас там только травиться можно я лучше там но потому что есть которые подходят к этому ради наживы ради того чтобы на дешевом сырье на дешевом масле продать от этого портит репутацию другим всем предпринимателям это я готов раскрыть информацию там приходите вот делайте давайте все вместе одинаково будем торговать просто будет здоровая конкуренция там в сфере можно же конкурировать не обязательно же ценовой политикой сырьем можно же конкурировать в том что у кого лучше дизайн у кого лучше обслуживание кто вкуснее предлагает вот она конкуренция да и за счет этого можно выигрывать не обязательно демпинговать ценами там снизить вдвое и стоять говорить у меня дешевле приходите ко мне но невозможно продавать там очень дешевый товар я удивляюсь иногда когда заезжая там ну не в нашем регионе в одном регионе заезжал смотрю там те же самые треугольники там продают по 15 рублей и я смотрю этот вес да и я смотрю этот вес я ломаю треугольник смотрю внутрь я понимаю почему он стоит 15 рублей ну я не могу себе позволить такой треугольник за 15 рублей продавать невозможно потому что у него себестоимость дороже люди гонятся за ценой но все равно не всегда же дело в цене иногда можно заплатить если это будет здоровая и хотя бы знать что не травишься я сразу хочу еще вот к чему я остаюсь только много профессиональных вопросов для того чтобы раскрыть вас как человека потому что каждый делает свое дело кто-то делает свое дело ради ножи кто-то делает свое дело потому что аллах его ведет кто-то делать свое дело чтобы свою значимость погладить вот если человек я вот сейчас говорю о бизнесе бизнесмене новой формации как вы думаете получится бизнес у человека если он внутри получится долгосрочный а приносище пользу людям бизнес у человека для которого люди на втором месте а впереди собственная вечная нажива собственная значимость и удовлетворение каких-то амбиций и все-таки сейчас пришло такое время когда видер и бизнесмен новой формации который и бизнесом занимается и благотворительностью занимается и занимается помощью людям и у которых духовное начало очень высокая за именно за такими людьми будущее но тут двоякое мнение наверное допустим я скажу что будущее до за такими людьми которые готовы помочь людям помочь здесь и еще сами зарабатывать но те которые никому не хотят помогать как бы работают вроде себя может быть они тоже где-то правы может будут в будущем на дистанции сейчас только это все на дистанции можно понять потому что допустим я занимаюсь на 2007 года сейчас какой 19 уже получается для меня это 12 лет но есть предприниматели которые занимаются там по 50 лет допустим я когда с ними встречаюсь они мне говорят вот так вот так но я понимаю что они 50 лет занимаются значит они начинали это восьмидесятых те годы было все по-другому сейчас бизнес строится по-другому и вот то молодое поколение предпринимателей которые действительно занимается 15-20 лет это считается все равно молодой еще вот на дистанции через 30 вот встретиться сейс бы и потом конечно понять кто был прав есть допустим те которые прям полностью ограничивают они считают каждую там тут дебет с кредитом сводят они лишний раз даже там воду там из кулера не будут пить будут там скажут вот лучшим маленький фильтр из крана потому что зачем переплачивать тут 73 рубля начинают вот это все считать в моем понимании то это не сходится я как бы более так широко мне я не жалею на качестве продукции не жалею там допустим на сотрудниках я создаю благоприятные условия труда для работников и по зарплате даже я никогда и другим когда советую я никогда не ставлю зарплату сотрудник настолько низкой чтобы на нем еще как-то вот у свою выгоду выиграть у меня первым степенно надо получили что зарплату все работники там административные т.р. состав и потом только о себе так это построение бизнеса и многие сейчас так строят бизнеса потому что я ездил и на семинары в москву встречался с даже не с друзьями а просто многие к этому приходят к выводу что работники надо думать ну допустим поколение тех которые 50 лет прошли они говорят не надо работники думать надо строить механизм надо строить какую-то там лестницу иерархии и вот так только работает я считаю что нет иерархии это не неприемлемо потому что да надо ставить она пусть невозможно уследить вот меня на сегодняшний день там поле 200 человек работает невозможно со всеми 200 человек знать по именам да там ставишь администратор администратор пчет но общение снизу она дает более лучший эффект чем вообще не сверху вниз потому что оттуда узнаешь много чего нового они подсказывают лучше они от них лучше всего на него и наши чья вспомнила крики радости от девушки которая выиграла скутер после розыгрыша вот этого фестиваля который вы спонсировали и когда я и сказали что этот клуб скутер и вообще весь фестиваль был значит организован на деньги серая верна рассудовавшей что дерево он директор нефти и и у нее было дикое изумление но она это молодая пара у них двое детей но по вторую она сказала ну вот как на сленге разговаривает молодежь она сказала ну круто нефти очень сильно изменилась скажите пожалуйста вы вот смотрите какая большая разница еда и тут же творчество и комплекс развлечений опять это удовольствие это вы таким образом получаете удовольствие от этого или это тоже какой-то момент такое изменение мира вокруг себя ну во первых это предпринимательская жилка грубо первое степенное что мне всегда был интересен этот клуб по молодости сам там был потом в свое время там работал у меня супруга там работала я познакомился женой там она работала официанткой грубо говоря это место для меня как родное и когда предложили взять в аренду это здание и что-то поменять в нем потому что у меня было много идей что можно было в нем менять потому что было уже наступало время что пора когда я уже говорил про с прошлым хозяевам что вот внедрить бы вот это вот это они мигали заберись самый внедрять забери в аренду и системы договорились по договорным условиям забрать в аренду и потихоньку мы начинаем что-то в нем менять и того что это получается ты это интересно это опять вызов который всегда нужен какой-то вызов какой-то вот получится не да грубо такой спортивный интерес есть же много в голове идеи которые можно воплощать мне еще много идей как можно это воплотить просто я понимаю что те же самые мои финансы они не позволяют сделать из этого комплекса мега комплекс пока вот все что могу по финансам мы это делаем хотя многие там отзывы там есть специально у меня команда который занимается фильтрует отзывы читает отвечает и там многие пишут а почему вот это почему вот это ну это очень дорого не все возможно сделать там за один год потихоньку да вот мы в первый год там поменяли там перекрасили стены там поменяли оборудование там поменяли диван и дальше вот в этом году там поменяли еще один зал на следующий год может еще что-то будем делать и все создаем так чтобы этот вызов который я взял на себя и создать молодежный клуб потому что того что когда мы взяли взялся за нефть многие сказали что в клубе нефти стало больше молодежи чем допустим до этого ну я и считал так это как бы клуб не должен быть там кому там по 30 и создаю клуб там от 18 до 25 вот он пик население того кто должен комплектовать этот клуб кто старше 25 они же больше уже женатые люди они будут ходить там раз в месяц даже и мне вот сейчас 35 я не могу себе там сказать что мне не нравится там ходить в клубы еще один там отдохнуть ну я не выдержу каждую неделю таких тусовок ну допустим те кого кто с 18 25 они я уверен они выдержат у них энергии многое и желание много него открыт для них вы наверное там будете мы ведь вашем клубе нефти уже два раза проводили фестиваль наверно я очень надеемся что наше сотрудничество и ваша помощь будет продолжаться потому что детям очень нравится у вас все вплоть до треугольников и наверное молодежь сейчас понимая кто у руля будет больше доверия и может быть тоже молодежь пойдет с каким-то своими инициативами предложения да я вот жду потому что игру они готовы это делать бескорыстно просто служа просто помогая там но самое главное для них это вера в человека которому они идут и то что вы сейчас сделаете для ребят это знаете как старые люди говорили я сейчас на татарском не скажу я скажу это на русском прежде чем попросить дай помоги вот вы в этом случае даете помогаете помогаете и потом может быть вы также обратитесь к ребятам к молодежи скажете вот сейчас я разработал такой план и в политике и в бизнесе еще где-то ребята пойдемте за мной мне нужна ваша сила мне нужна ваша молодость мне нужна ваша энергия мы можем все вместе сделать какое-то большое дело и я думаю что ребята за вами пойдут потому что вы сейчас просто просто безвозмездно помогаете и впереди у нас сейчас пошел к творить не концерт я прям я жду его даже подготовительные процессы ждем у нас идет сейчас переписка с артистами у нас идет переписка с очень сейчас молодой человек он сам инвалид но он не инвалид душой очень сильный это женя смирнов сейчас очень заинтересовался в помощи и буквально вот несколько дней нам осталось чтобы мы уже четко по датам определились поэтому вас сейчас пока нет не трогаем меня ваше время бережу как только у нас все сложится у нас уже администратор придет к вас к вам бизнес-плана чтобы посмотрели и дальше опять же на раз очень это же опять такой как бы аванс молодым молодому поколению что вот найти я вам помогаю я делаю ребят растите тоже начинайте что-то тоже делать вот именно поэтому и на когда первый раз я с вами познакомилась и когда стал общаться с вами я поняла что помимо всего что вы делаете в бизнесе развиваете этот эту сторону жизни помимо того что вы делитесь опытом в ведении бизнеса и хотите помочь тем кто хочет раскрыть в себе эту жилку помимо того что вы занимаетесь благотворительностью вы еще может быть сами того не осознавая и в политике и как человек можете быть как данка которая ведет за собой может быть вы сами этого не сознаете что высшая сила избрала вас в таком качестве может быть сейчас после моих слов и начнете как это как-то осознавать эту ответственность этот момент ответственности потому что разговаривая с несколькими ребятами сидя в кафе кушая вашу продукцию я говорила о вас и сказала что вот это все сделал обычный бизнесмен и они мне сказали джекурина если такие мужики будут появятся мы готовы развернуться и верить таким людям потому что антеграмот молодежный им легче уйти в подполье рисовать граффити опять же они когда рисуют граффити они же протестуют против несправедливости этого мира когда они поют рэп они также пытаются сказать что им никто не помогает и что этот мир несправедлив когда они танцуют социальные танцы они тоже говорят что никто не помогает а здесь получится наоборот что им помогает и что мир людей и в лице полить и человек который идет в политику и в лице человека который в бизнесе к ним развернулся и тогда может быть я не знаю как это будет называться может быть это будет называться не андеграунд как-то по-другому но это уже будет совсем другая история это уже будет как-то сказать я не знаю правильными словами я скажу как я чувствую это наверное будет слияние и доверие среднего возраста потому что 35 40 это становление личности это становление человека это становление духовного начала и 15 16 18 лет когда идет максимализм отрицание всего и когда вот этих максималистов но очень честных и очень доверчивых ребят поведет собой вот такой лидер и не один да то наша жизнь она изменится наша критичный жесткая наша рефлексирующая максималистская молодежь она верит только честно честности то есть она просчитывает ложь вот так фальшь вот так просчитывает и когда говорю же вот когда я рассказала про вас сказала что и эти ребята которые вот стоит ну как кому-то больше кому-то 20-25 кто-то уже во франции кто-то в голландии танцевал кто-то уже дает мастер-классы кто-то санкт-петербург приехал и в нью-йорке работал полгода был диджеем и они говорят но если нижнеканске появился такой человек то наверное здесь что-то меняется я хочу вот на этом закончите на рашид я вижу что вы дефирамбы не принимаете вы не принимаете вот это когда вас хвалят вот но иногда может быть стоит послушать со стороны мнение что действительно спасибо огромное что вашим родителям спасибо богу что он вас создал и я хочу в самом конце задать вот такой вопрос такой человеческий скажите как вы думаете в чем смысл вашей жизни даже не знаю ну наверное двигаться вперед всегда чего-то добиваться и не останавливаться все равно вот ставить цели и добиваться всегда добившись какой-то цель и ставить новую и так далее двигаться и двигаться впитать вот сейчас ребенок родился сос его растить девочку говоря говоря или один не ну вот один вот который я говорю как бы ей всего один годик нет и всего один годик и как бы она только познает еще не она только начала еще вот что-то там даже еще не говорит каляка и только круга и ищет вырастить опять новая цель спасибо вам огромное можно покупать